Два так, два так, да, и получается как колодец. Как правильно разжечь костер в походных условиях? Детей учат профессиональные тренеры по туристической подготовке. Другие показывают, как пользоваться альпинистским снаряжением, собирать путешествия по ходу на рюкзак и оказывать первую медицинскую помощь. Новые для себя навыки сегодня освоили более ста ребят. Примерить на себя роль туриста предложили воспитанникам лагерей дневного пребывания. На базе 38-й школы их работает сразу три. У нас есть здесь спортивный лагерь, который направлен конкретно на тренировку, подготовку к спортивным мероприятиям, соревнованиям. Есть у нас обычный лагерь дневного пребывания, где маленькие дети из неполных семей, многодетных семей. И у нас есть еще детки старшие, это трудовой лагерь. Походы с кострами, ночевки в палатках, что это такое, некоторые из ребят знают только по рассказам старших товарищей. И только готовятся отправиться в свой первый турслет. Впрочем, большая часть сочинских школьников уже прочувствовала романтику леса. Большой Кичмай теперь уже ежегодно за лето принимает сразу несколько лагерных смен. Палаточный городок – одно из самых любимых мест отдыха у школьников. Мы вот в прошлом году были в Кичмае. Нам так хотелось почувствовать снова все вот эти вот палатки построить. Мы когда были на Кичмае, лазили по всем горам и очень понравилось. Это как такой экстрим. Сегодня только в Адлерском районе детям предлагают более 20 видов отдыха. Все популярнее становятся летние кружки, которые открывают на базе учреждений дополнительного образования. В этом году их количество увеличили. Межлагерные мероприятия, которые проходят с участием и школ, и учреждений дополнительного образования – это и получение детьми новых навыков творческих каких-то. Они рисуют, они лепят, они поют, они танцуют. Это и участие наших спортивных школ. В Сочи в этом году лагеря дневного пребывания уже посетили более 9 тысяч детей. Труда и отдыха – еще более полутора тысяч. В дневных лагерях, которые работают на базе школ, как правило, нет свободных мест. Такая форма отдыха пользуется большой популярностью. Ведь только здесь можно, не выходя со школьного двора, отправиться в почти настоящий туристический поход. Только не знаю, что все не зря, что люблю я тебя не напрасно. Татьяна Нагорская, Ольга Десятого, Борис Осин, телекомпания ФКТ.